Добрый день! Вас приветствует компания Шамира в лице уфимского филиала. Меня зовут Раиль. Сегодня у нас тема прямого эфира это свет под контролем. Если хотите, в течение прямого эфира можете задавать вопросы касательно темы. Постараюсь на ваши вопросы ответить. Чуть-чуть приготовился к нашему мероприятию. Я подготовил линзы, вариации, как мы защищаем наши глаза от синего цвета и вариации, какие есть фотохромы, представленные в компании Шамир. Начнем, наверное, с линз защиты от синего цвета, как их презентовать, как показывать клиентам и говорить преимущества данных линз и почему они нужны. Для того, чтобы вам все это объяснить, рассказать, я сделал небольшую ромашку. В чем суть? Внизу у нас лежит линза фотохромная, затем линза 1.5 без покрытия, 1.56 Blue Shield с покрытием защиты от синего цвета, 1.5 Blue Zero материал защиты от синего и 1.6 Glossier материал MR8. Для чего все это я сделал? Используя фонарик фотохромный, мы сейчас с вами затемним фотохромную линзу и посмотрим, как фотохромная линза затемнится там, где у нас наложены сверху другие линзы. Итак, мы затемняем. Надеюсь, всем видно. Смотрите, что и произошло. Там, где у нас ни одна линза не попала, у нас линза затемнилась и стала серого цвета. Там, где у нас линза 1.5 без покрытия, фотохромная линза тоже затемнилась. Не затемнилась линза 1.5 Blue Zero под 1.6 Glossier и не затемнилась под 1.56 Blue Shield. Фотохромный фонарик у нас работает с частотой 400, соответственно, мы проверили, ультрафиолет не пропускает ни одна из трех линз, а четвертая без покрытия пропускает. Мы говорим клиенту про то, что таким образом ультрафиолет действует на наши глаза, да, и мы можем получить в будущем какие-то заболевания, если не будем защищать наши глаза на улице во время прогулок, во время того, что где-то отдыхаем. Почему еще сюда положил линзу 1.6? Для того, чтобы мы, работая с клиентами, минимально продавали линзы именно в индексе 1.6, которые будут защищать глаза наших покупателей от вредного ультрафиолетового излучения. Дальше, что хотел сказать по данным линзам. Вопросы возникали. Какая разница покрытие или материал, да, при защите от синего цвета? Есть у нас неплохой вебинар, даже выложенный на ютубе, если не ошибаюсь, да, где у нас показано, как работает покрытие и как работает материал защиты от синего цвета. То есть, сейчас вам могу показать, то есть, если мы линзу берем с покрытием в 1.56, можно увидеть, что синий цвет отражается. Видно, да, Юль? Вот, он отражается от линзы, и вот он попадает на бумагу. Если брать линзу в 1.5 Blue Zero, который в материале у нас засчитает синего отражения, отсутствует. Ну, скажите, ну и что, да, защищает же от синего оба варианта. Но, смотрите, у нас есть внутренняя поверхность линзы, куда тоже попадает у нас вредный синий цвет, да, и затем он отражается в наших глазах. Соответственно, в данном случае вопрос материал или покрытие, я думаю, что должен отпасть. Да, еще не показал. Мы фотохромным фонариком затемнили, да, линзу фотохромную. Какие-то линзы пропустили, никакие-то не пропустили. Дальше про защиту от синего цвета, да. Берем фонарик именно для проверки защиты от синего цвета и начинаем вводить по линзам. То есть, смотрите, опять же, Blue Zero не пропускает. 1.56 Blue Shield практически не пропускает. А уже линза 1.6 Glossier, да, MR8 защиты от ультрафиолета начинает пропускать, потому что синий цвет у нас в спектре идет уже не как ультрафиолет до 400, а до 450. Как раз-таки линза Blue Zero и Blue Shield перекрывает у нас невидимый спектр цвета, да, до 450. И защищает наши глаза. Если говорить про то, что синий цвет нам мешает в помещении, там, да, допустим, это ноутбук, компьютер, мобильный телефон, как принято говорить. Но помимо этого у нас еще есть люминцентные лампы. И есть еще самый большой источник синего цвета, это солнце. То есть глаза необходимо защищать не только в помещении, работая за гадышками, да, но и в течение всего дня. Это все, что, наверное, я хотел сказать по поводу синего цвета, как защищать свои глаза и как презентовать данные линзы нашим покупателям. Касательно фотохромных линз. В нашей компании представлены фотохромные линзы 1.56 в массе, 1.67 в шамир, да, пленочный, или, иначе говоря, методом бомбардирования сделанный. И линзы компании Transition, Extractive и Gen 8. Самый бюджетный вариант, самый простой вариант линзы, это 1.56 в массе. Преимущество, наверное, то, что они бюджетные, на этом заканчиваются. Они стоят недорого, но у них есть такие недостатки, как если у человека разноглазие, да, если высокие диоптрии, да, идут, линзы будут затемняться неравномерно и будут затемняться медленно и рассветляться тоже очень медленно. В отличие от линз, которые выполнены методом покрытия, методом бомбардирования. Наши линзы сделаны с очень хорошим примерным покрытием Glossier. И соотношение цена-качество у них будет очень высокое. Следующие линзы от компании Shamir, это 1.67, Aspherica, также с серым и коричневым исполнением сделаны, да. Здесь уже идет пленочная технология. Соответственно, линзы будут быстро рассветляться и затемняться. И не будет зависимости от того, что есть ли у человека разноглазие, анизотропия или нету. Быстро будут рассветляться, затемняться. И, соответственно, за счет того, что они в индексе 1.67 сделаны, сферически они будут очень тонкие и выглядеть очень эстетично. Затем идет у нас линейка Lens Transition. Transition Gen 8. Представлены они в цветах серый, коричневый, амбер, аметист, сапфир и... Эмрам, это забыл, называется. Вот, сейчас я их попробую вам все затемнить. Это будет выглядеть. Данные линзы все у нас... Транзишн Ген 8 представлены в рецептуре. С нашими премиальными дизайнами. Вот это зеленый цвет будет. Видно, не видно, как его передать вам. Сапфир. Серый, серо-голубой, такой очень хороший цвет, красивый. Аметист, аметист, амбер, амбер. Также можно посмотреть, у нас есть в кладском исполнении, линзы Transition Extractive, да, в сером цвете, которые затемняются не только на улице от солнечного света, но и с лобовым стеклом, и при ярком естественном освещении. Преимущество данной линзы в том, что она может сильнее затемняться, и может в субботу при более высоких температурах. Если мы говорим про Transition 7, там при 30 градусах они затемняются на 20-30%, да, там, то Extractive, процент затемнения будет выше. Также в линейке компании Shamir сейчас появились рецептурные линзы Transition Extractive с поляризацией, то есть линзы, которые будут затемняться в автомобиле, и плюс у них еще будет поляризация. Единственное, по линзам поляризации, что хотелось бы сказать, что когда мы клиенту предлагаем линзу с поляризацией, необходимо обязательно уточнять у клиента, на какой он машине ездит, есть ли у него приборная панель проекционная, да, потому что в ряде случаев поляризация будет перекрывать приборную панель проекционную на автомобиле. То есть, если человек оденет линзы Extractive с поляризацией, не полары или драйве, да, может случиться, что он не увидит панель. По затемнению степени Extractive тоже обязательно нужно с клиентом смотреть, что, как может быть в автомобиле, потому что в зависимости от посадки в автомобиль человека, да, от угла наклона лобового стекла процент затемнения может отличаться. То есть, на жизненном опыте такие были варианты, что человек был очень высокий, садился в автомобиль, и у него просто на очки не попадал никакой свет, и, соответственно, линзы не затемнялись. Теперь хотелось бы, наверное, вопросы посмотреть, которые присылали, да, и ответить на них. Чем отличие SunMax от Transition? SunMax и Transition, обе линзы являются плёночной технологией, да, ну, сейчас мы говорим про Transition Gen 8, да, Transition Gen 8, это более новое поколение, соответственно, она будет затемняться и расцветляться, ну, где-то на процентов 30 быстрее, чем SunMax, но преимущество SunMax тоже есть, это линза складская в 1.67, да, мы её быстро вам привезём, и высокий индекс 1.67, а сферическая, то есть она при высоких геоктриях будет более тонко, элегантно смотреться. Зависит ли качество затемнение фотохромных линз от того, что сферическая или асферическая линза, от этого зависеть не будет, а будет зависеть, какое исполнение, да, и какую мы линзу используем, то есть это ли фотохром в массе, да, соответственно, он будет затемняться медленнее и расцветляться медленнее, или это будет Transition Gen 8, который на данный момент скорость расцветления, там, около 4 минут, то есть темными становятся буквально за минуту. разница транзитерного цвета, цена, ну, по цене, наверное, я понятно объяснил, почему, да, то есть одна линза складская, все-таки другая рецептура, и то, что линзы, скорость затемнения, рассветления намного отличаются. как поможет водителям линзы защиты от синего, да, или Transition в темное время суток, здесь, наверное, мне надо вам показать, получится, не получится, чем она поможет, смотрите, на современные все фары, да, то есть это тот же ксенон, а лето, да, они имеют очень сильный выраженный синий спектр. Когда мы одеваем линзы фотохром, или мы одеваем линзы защиты от синего цвета, да, мы убираем вот этот эффект резкого ослепления, который происходит, когда мы, машина, появляется резкая машина в темноте. Сейчас я вам попробую показать, то есть мы берем линзу, линзу, да, и вот с помощью фонарика я вам попробую показать, как это происходит. Вот машина резко появилась. Что у нас произошло? У нас пришло резкое ослепление. Видно, да? Вот, эта линза была 1,5 без покрытия. Если мы возьмем линзу Blizzero, то у нас эффект нивелируется вот этого резкого ослепления. Так, это касательно, чем поможет. Почему Ген-8 у вас представлено только в рецептуре? Ген-8 на данный момент это премиальный продукт, и мы его предлагаем своим клиентам в совокупности с нашими премиальными продуктами в рецептуре, чтобы клиент получил максимальное качество в своих новых линзах. Почему Blizzero можно носить постоянно, другие не рекомендуют постоянно ношение? Еще раз давайте. Линзы Blizzero исполнены в материале, соответственно, она поглощает вредный синий спектр, но вредный синий спектр она поглощает в диапазоне до 450. Что касается диапазона от 450 до 500, это полезный невидимый синий цвет, который необходим нашему организму для формирования правильных гормонов, соответственно, он у нас должен вырабатываться в течение дня. Как раз таки вот этот спектр от 450 до 500, линза Blizzero и Blizzero не перекрывают. Там новых вопросов не появилось у нас? Ну, я, наверное, все рассказал. Если есть вопросы, прошу задавать. Все, всем спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok